Чудо Господь Иисус Христос вернулся в Галилею после Своего крещения в Водах Иордана. Со Спасителем были Его ученики. На третий день по возвращении Господа в маленьком городке Кане Галилейской была свадьба. И по обычаю гостеприимства Иисус со Своей причистой матерью и учениками был приглашен на этот брак. Кана Галилейская находилась недалеко от города Назарета, где прошло детство Спасителя и где жила его матерь. Всякое семейное торжество, а особенно брачный пив, придавало небольшому городку радостное оживление. Брак на востоке всегда был очень торжественным. Невесту выводили из дома в сумму. С головы до ног ее опутывали широким развивающимся покрывалом, наряжали в лучшие одежды, осыпали цветами. О прибытии к ее дому жениха возвещалось барабанным боем, флейтами, песнями и плясками. Горящие факелы придавали особую торжественность этому радостному событию. Невесту сопровождали девицы, ее подруги. А жених выходил ей навстречу со своими молодыми друзьями. Брачный пир в богатых домах продолжался иногда до семи дней. В менее достаточных домах – один-два дня. Но даже самые бедные семьи старались устроить брачный пир так, чтобы радушно угостить званых гостей. Изобилие пищи и питья на свадьбе считалось главным признаком щедрого гостеприимства. Главную роль при этом играло вино. Вино веселит сердце человека. Оно было первейшим символом радости и веселья, по слову псалмопевца. Однако здесь, за праздничной трапезой новобрачных, оказался недостаток вина. Семейство, в котором совершался брак, было, по-видимому, небогато. Этот случай мог омрачить брачное торжество, вызвать уныние и даже скорбь новобрачной четы. Недостаток вина мог означать для них не только позор, но и худое предзнаменование. Это обстоятельство болью отозвалось в сердце Богоматери. И Господь Иисус Христос услышал первое ходатайство Своей Пречистой Матери за людей. Она тихо сказала Своему Божественному Сыну, «Вина нет у них». Этим указанием на имеющуюся нужду, Пресвятая Дева просит Своего Сына и Господа оказать чудесную помощь этим простым людям и тем самым сохранить радость в их доме. Иисус говорит ей, «Что Мне и Тебе, Жену, еще не пришел час Мой». Казалось, спаситель на время отклонил свое участие в этом деле. Но материнское сердце подсказало Богоматери, что час явления Божественной силы ее сына настал. Пришло его время, ибо великий пророк Иоанн провозгласил его на Иордане Мессией. Глаз Бога Отца возвестил миру. «Это Сын Мой возлюбленный». А ученики, сопровождавшие Иисуса, называли Его Учителем и Господом. Теперь Ему предстояло совершить истинно доброе дело. Нужно было отвратить бесчестие от скромной четы. Матерь Его сказала служителям, «Что скажет Он вам, то сделайте». По обычаю очищения иудейского, во всяком доме у входа стояли водоносы с чистой водой. В доме, где происходило брачное торжество, стояло шесть таких каменных водоносов. Иисус повелел служителям наполнить их доверха. Затем Он сказал им почерпнуть этой свежей воды и отнести ее Архитриклину, распорядителю брачного пира. Тот отведал воды, сделавшейся вином, и подозвал к себе жениха. Не зная, откуда это вино, распорядитель заметил ему, что тот поступил необычно. Всякий человек, сказал Он, подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе. Тогда все узнали о свершившемся чуде, и грозившее новобрачной чете бесчестье превратилось для них в великое благословение. Христос принял участие в брачном пиршестве и Своим благодатным присутствием осветил таинство брака. Здесь, в Кане Галилейской, Спаситель положил начало Своим чудесам. Господь совершил первое чудо походатайству Пресвятой Богородицы. Как часто в дальнейшем, вплоть до наших дней, будет она предстательствовать перед Своим Сыном и Господом за тех, кто имеет нужду в Его всесильной помощи. И как было в Кане Галилейской, так и сегодня, Господь наш Иисус Христос восполняет нужду каждого, о ком просит Его Пречистая Матерь. Глаз радости и спасения в живущих праведниках. Десница Господня творит силу. Субтитры создавал DimaTorzok